Я приветствую всех участников нашего сегодняшнего собрания. Эта конференция экспорта фонда Сколково имеет очень большое значение. Я могу сказать, что с самого начала, когда была выдвинута эта идея создания фонда Сколково, она была поддержана нашим научным сообществом и вашим покорным слугой, поскольку я не знаю более важной задачи для нашей страны, чем возрождение промышленности высоких технологий на основе научных исследований и разработок. При этом чрезвычайно важно, на самом деле, является то, что проекты, которые рекомендуются к исполнению фонда Сколково, из самого начала ведь закладывалось вполне определенные преимущества, налоговые и таможенные льготы для участников этих проектов, чтобы эти проекты решали действительно ключевые и наиболее важные задачи. В этом отношении ваш покорный слуга с самого начала, когда рассматривались только первые законы по фонду Сколково в нашей Государственной Думе, и тогда же была внесена мною поправка о том, чтобы участниками становились, выполняя все те позиции, которые были предложены фондом, при наличии еще одной положительной рекомендации научного консультативного совета. Наверное, фонд не смог бы даже рассматривать все столь многочисленные проекты, которые подавались у нас, и тем не менее, эта поправка не была принята, и в процессе работы, тем не менее, мы считаем, что должно быть значительно большее влияние нашего научного консультативного совета, чтобы принятые проекты проходили дополнительную экспертизу в нашем научном консультативном совете, но и с самого начала мы рекомендовали ведущих наших специалистов в качестве экспертов, соответствующие экспертные коллегии. Я могу сказать, хотя на самом деле философия проекта Сколково в целом существенно отличается от вот того проекта, о которой я могу сейчас помянуть, скажем, в свое время был такой инновационный проект, это советский атомный проект, который был ответом на другой очень успешный инновационный проект, манхэттенский проект. С моей точки зрения, в 20 веке эти два инновационных проекта были абсолютно успешными, и при этом они послужили основой не только для развития систем вооружения, они послужили основой для развития огромного количества новых технологий и научных исследований. И вот в советском атомном проекте был сразу же создан научно-технический совет, который возглавлялся Игорем Васильевичем Курчатовым. И проектов шло очень большое количество с самого начала, но ни один проект не проходил мимо этого научно-технического совета. Поэтому это, конечно, невозможно в данном случае, и тем не менее, я думаю, что участие нашего совета должно быть заметно большим, поскольку, и вот я имел и сейчас разговор с некоторыми участниками проектов, поскольку должна в первую очередь поддерживаться некие новые продуктивные идеи, которые могут принести заметные изменения в развитии соответствующих отраслей. Но ваш покорный слуга считает, что, наверное, самыми важными сегодня являются исследования и разработки в области физиологии и медицины, в которых широко используются на самом деле и современные информационные технологии, и современные энергетические технологии, и физические исследования, и многое-многое другое. И в этом отношении биомедицинский кластер нашего фонда работает очень и очень неплохо, в том числе он активизировал самое активное участие в работе многих академических институтов в этой области Российской Академии Наук и Российской Академии Медицинских Наук. Международный характер нашего научного совета, у нас 40% членов совета наши зарубежные коллеги, и я бы хотел подчеркнуть, что прошедшие заседания научного консультативного совета показали, что мы имеем единую точку зрения, расхождения между российскими и зарубежными научными работниками, членами совета практически нет, потому что и те, и другие заинтересованы в развитии науки в России. Ну а наука в России должна иметь много самых разных источников, и одним из очень важных является фонд Сколково. При этом фонд Сколково, я всегда подчеркивал это, это не столько территория Сколково, сколько определенная идеология поддержки, развития, реализации научно-технических разработок. И мы всегда должны это помнить. Да, на территории Сколково будут созданы вполне определенные условия, но наша главная задача, вот эту идеологию поддержки, коммерциализации научных проектов, их развития, чтобы она была распространена на всю Россию. Успехов нашей конференции. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ